Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Приветствуем вас на торговой сессии среды. Сегодня 8 февраля и сразу же обозначим главные тезисы сегодняшнего дня. Это прежде всего поведение доллара относительно евро и британской валюты. Также мы ожидаем запасы нефти. Сегодня увидеть в 18 часов по московскому времени, что, конечно, всегда важно и влияет на волатильность, а также динамику по нефти, главному сырьевому активу. И, конечно же, мы ожидаем процентную ставку по Новой Зеландии. Сегодня увидеть. Напомню, что Центральный банк этой страны сегодня примет решение по вопросу как раз-таки процентной ставки. Но начнем не с этих тезисов, а немного поговорим о том, что мы видели в ходе вчерашней торговой сессии, а также обозначим те перспективы, тенденции, которые мы видели в январе. Потому что, как вы сейчас поймете, это напрямую влияет на то, что мы увидим в текущем месяце и уже в ближайшие дни. Итак, что хотелось бы отметить. Прежде всего, доллар находится под давлением с начала этого года. Мы можем видеть, как против евро и британской валюты американский доллар снижается на протяжении всего прошлого месяца. Во многом это связано с той неопределенностью, которая сейчас царит в Соединенных Штатах Америки. Мы сначала видели, как Обама принимал несколько непоследовательных действий в самые последние дни своего президентского срока. Затем мы видели пресс-конференцию Дональда Трампа, которая не вдохновила инвесторов. И вот теперь мы уже знаем о тех шагах, которые предпринял Трамп, новый президент США, вот в качестве своих первых действий на посту президента. И они также, надо сказать, не влияют положительным образом на общую стабильность в мировой экономике. Сейчас об этом поговорим более подробно. И, кстати, очень важный фактор, на который стоит обратить внимание, это доходность по облигациям в США и еврозоне. Нужно отметить, что эта доходность увеличивается, что означает ожидание инвесторов относительно того, что риски в мировой экономике будут возрастать. Но, опять же, здесь все довольно просто. Мы с вами знаем о цикличности процессов в мировой экономике. И могли наблюдать, как после впечатляющего ралли и очень сильных движений в конце прошлого года, это так называемая эйфория после президентских выборов, мы видим некое спокойствие на рынках. Как раз-таки начало года всегда, и в этом году это не стало исключением, характеризуется тем, что мы не видим каких-то значимых, серьезных событий, важных публикаций, и мы не видим повышенную волатильность на рынках. Но почему это хорошо? Потому что это лишь означает то, что в ближайшее время мы ее увидим. Сразу, несколько забегая вперед, хотел бы обратить ваше внимание на торговый инструмент, который доступен каждому клиенту, компании Amarkets. Это индекс волатильности, который называется WallX. Вы можете видеть его в вашем терминале MetaTrader 4. Что он характеризует? Он лишь показывает в целом волатильность и уровень риска на финансовых рынках всего мира. И если вы увидите этот график сейчас, то увидите, что он находится на минимальных значениях за очень долгое время. То есть волатильность находится на минимальных значениях за последние месяцы. И если вы, опять же, проследите динамику этого актива за последние годы, то увидите, что всегда после того, как волатильность находится на низких значениях, она стремительно возрастает в конкретные моменты времени. Поэтому, конечно, учитывая, опять же, уже обозначенную ранее цикличность, мы можем просто рассчитывать на увеличение волатильности в самое ближайшее время. И поводов тому будет немало. Как раз таки об этом сейчас и поговорим. Вот что сейчас больше всего волнует инвесторов во всем мире и на что мы обращаем внимание, что может стать тем триггером, который резко повысит волатильность на рынках и, конечно же, обозначит отличные торговые возможности. Прежде всего, мы говорим о том, что не впечатляют первые шаги, опять же, Трампа, да, уже четко обозначили сроки возведения стены, да, то есть злополучной стены, о которой так много говорится, на границе с Мексикой. Политика протекционизма Дональда также не оставляет сомнений. Все его шаги, которые были заявлены в ходе предборной кампании, они выполняются, да, точнее, начинают выполняться. И, конечно же, это не очень хорошо для мировой экономики. Это может быть хорошо для американской экономики. Мы об этом также поговорим, то есть влияние на индекс S&P 500, на американские акции. Мы видим положительное. Эти рынки активно растут в ходе января. Это несколько связано с историческими тенденциями, да, начало года всегда положительное для американского рынка, как конец года, а вот в середине года обычно американские рынки несколько проседают, да, в динамике. Но, тем не менее, и дополнительные факторы оказывают влияние именно на американские рынки. Но, в целом, если мы говорим о рынках, скажем, мировых, это, конечно же, плохо и расстраивает инвесторов, да. Далее мы, конечно же, не будем забывать о том, что ситуация с Brexit, то есть выходом Великобритании из ЕС, не решена. Мы видим, как время от времени эта тема то вновь появляется, то несколько затухает. Вот мы видели, что в январе это активно обсуждалось, сейчас это вновь почти не обсуждается. Никаких заявлений представители Великобритании пока не делают вот в последние дни. И это, наверное, даже хорошо, потому что вот эти словесные интервенции, они лишь раскачивают рынок и не закладывают основу для каких-то масштабных глобальных трендов, тенденций. Мы видим лишь кратковременные всплески волатильности и движения в одну или другую сторону, да. То есть это все носит лишь спекулятивный характер и, пожалуй, что хорошо наличие, точнее отсутствие этих заявлений. Далее, о чем хотелось бы поговорить, то есть на чем застрить внимание. Да, прежде всего мы ожидаем сегодня процентную ставку по Новой Зеландии, как я сказал в самом начале своего выступления. На этой неделе мы могли уже видеть решение Банка Австралии. Австралия и Новой Зеландия традиционно принимают решение по ставке примерно в одно время. И довольно часто надо отметить, что они принимают решения последовательные, то есть похожие между собой. Вот австралийский банк на текущей неделе оставил ставку без изменений. Мы каких-то движений масштабных по валютной паре австралиец против того же американского доллара и по иным не видели. Но вот в отношении Новой Зеландии есть один важный момент, на который нужно обратить внимание и который, конечно же, заставляет нас с большим интересом рассматривать пары с новозеландцем. Почему? Потому что в конце прошлого года мы также не ожидали каких-то резких действий от Банка Новой Зеландии. Рассчитывали, что они последуют общей тенденции и оставят ставку без изменений. Но, тем не менее, Банк Новой Зеландии несколько удивил всех участников финансовых рынков тем, что понизил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, что спровоцировало резкое снижение в моменте новозеландской валюты по отношению к основным конкурентам. И вот сейчас надо отметить, что существуют некоторые противоречивые заявления со стороны представителей Банка Новой Зеландии. Поэтому не исключен такой сценарий, что сегодня мы можем также увидеть снижение процентной ставки в Новой Зеландии. Что, опять же, конечно, повлечет снижение и новозеландской валюты. Итак, вот в ходе вчерашней пресс-конференции председатель Банка Новой Зеландии, его зовут Грэм Уиллер, посчитал, что ставку стоит оставить без изменений, потому что, в целом, на рынках ситуация не поменялась с конца прошлого года. То, что происходит в экономике Новой Зеландии, его полностью устраивает. И это означает то, что каких-то значимых решений приниматься сегодня не будет. Но, что интересно, почему-то заместитель Уиллера сделал заявление несколько противоречивое обратное. Он заявил, что снижение ставки отнюдь не исключено. И что он введет ситуацию таким образом, что новозеландская валюта несколько переоценена и необходимо ее еще снизить. Снизить валюту новозеландскую можно самым простым способом. Это просто понизить ставку сегодня. Поэтому призываю вас с большим вниманием отнестись к данной новости. Да, она выйдет довольно поздно, в 23 часа по московскому времени. Но, тем не менее, та волатильность, которая может появиться вследствие этой новости, думаю, что нас может порадовать сегодня. Поэтому все внимание к банку Новой Зеландии. С нетерпением ожидаем. Отличные торговые возможности. Это то, что нам сегодня необходимо. Учитывая, что в целом новостной фон на этой неделе не такой сильный, как нам хотелось бы. Мы бы желали видеть даже не то, что более важные публикации, а более интересную реакцию на нее. Мы видим, что в целом на текущей неделе уже были важные новости. Не такие, конечно, как в прошлую пятницу. Данные фармпэрлс публиковались в США. Но, тем не менее, мы все-таки ожидали и в ходе вчерашней торговой сессии больше волатильность именно в ходе новостей. И поэтому сегодня мы также рассчитываем, что наконец-то будут более резкие движения на основных валютных парах. И, конечно же, по сырью. Переходим к сырьевым активам и говорим, конечно же, о нефти. Каждую среду публикуется запас нефти. И вы знаете, хотелось бы отметить следующий момент. Вот, к сожалению, а может быть, для кого-то это и хорошо. Да, прежде всего, для краткосрочных трейдеров публикации о запасах нефти также не влияют на формирование какой-то общей глобальной тенденции по этому активу. То есть мы не видим каких-то последовательных изменений. Либо последовательный рост запасов, либо его снижение. То есть традиционно среда каждой недели это повод открыть несколько сделок в момент публикации самой новости, отыграть саму новость и, скажем, просто поучаствовать в пробое какого-то уровня краткосрочно. И при этом, учитывая, что каждую неделю мы видим, опять же, противоречивые данные по запасам нефти, они то положительные, то отрицательные. И в целом мы видим, нефть находилась весь январь в довольно узком боковом диапазоне. После закрепления выше ключевого уровня 53.50, напомню, что пока мы находимся выше уровня 53.50, для покупателей нефти больше позитива, гораздо больше позитива, нежели негативной информации. И пока мы находимся выше этого уровня, ничего не говорит о том, что можно продавать нефть. Потому что, опять же, на старших таймфреймах, будь то недельный, например, либо дневной, можно видеть силу этого уровня. И в целом, почему-то кажется, что сейчас все указывает на дальнейший рост нефти. Но, опять же, вот сегодня во время публикации мы сможем вставить дополнительный фрагмент в этот общий пазл по картине именно нефти. Что касается основных валютных пар, то хотелось бы отметить, как в ходе вчерашней торговой сессии, например, европейская валюта по отношению к доллару теряла позиции. И здесь отметим важный технический уровень 1.06.50. Если удастся продавцам евро, доллар закрепить пару ниже этого уровня, то мы сможем увидеть не что иное, как возврат пары вновь к значениям минимальным за последние годы. Потому что весь тот рост, который был в январе, он, по сути, был связан с периодом низкой волатильности на рынках и стал следствием тех информационных поводов, которые мы видели. И если сейчас будут поступать негативные данные из еврозоны, то мы увидим снижение до тех минимальных отметок, на которых находилась пара в конце прошлого года. И вот опять же, с технической точки зрения, если мы отбрасываем в сторону фундаментальные факторы, мы можем видеть, как состоялся пробой восходящего канала в ходе вчерашней торговой сессии. Поэтому это очень интересно и это также может быть отличной возможностью, если будет точка входа с коротким стоп-лоссом, а на самом деле она есть и уже сейчас, то можно попробовать продавать евро-доллар. Опять же, тем фактором, который может нас остановить, вот этого действия, может стать поведение пары фунт-доллар, потому что вчера все складывалось аналогичным образом по этой паре и фунт также снижался по отношению к американскому доллару, но вот ближе к американской сессии, точнее, в ходе американской сессии мы увидели, как фунт резко выкупили и мы закрылись в итоге даже выше, выше цены открытия вчерашней сессии, а вот это уже является сигналом как раз-таки на разворот и дальнейшее движение вверх, потому что мы знаем, что если мы резко на повышенных объемах закрываемся выше, чем открылись, да, причем после сильного снижения валютной пары, это, конечно же, является сигналом для длинных позиций, то есть для покупок пары фунт-доллар. Опять же, здесь есть неплохая точка для входа прямо сейчас и при этом она, эта точка говорит нам о входе в покупки, то есть длинные позиции. Вот учитывая то, что несколько противоречивые сигналы мы видим по двум этим валютным парам, основным, да, безусловно, нужно быть более осторожным и ставить стоп-лосс ближе, да, за ключевые уровни на меньших таймфрейпах, к чему вас и призываем. Что касается пары доллар против японской иены, то здесь ситуация аналогичная паре евро-доллар, то есть попросту мы наблюдаем некий разворот и движение в противоположном направлении по отношению к тенденциям января. Если в январе мы видели впечатляющий рост американского доллара на фоне того, что в целом риски расценивались как низкие на мировой экономике, ну а также действия Банка Японии, их заявления опять же провоцировали снижение японской иены, что, конечно же, крайне необходимо японскому правительству, о чем мы неоднократно уже говорили. Так вот, сейчас мы наблюдаем ситуацию обратную и на самом деле пара рискует по аналогии с парой евро-доллар также опуститься к тем значениям, на которых она начинала этот год. Поэтому опять же с большим интересом будем смотреть за развитием событий сегодня. Ну и в заключении нашего сегодняшнего брифинга несколько слов скажем о российском рубле. многие я думаю поторопились покупать доллар по отношению к российской валюте вот в конце января, когда за один день мы оказались с отметки 59 с небольшим выше 60 рублей за доллар и казалось бы, что на фоне опять же заявлений Центрального банка России о том, что они начинают покупки и пополнение валютных резервов мы могли видеть впечатляющий рост в течение одного дня, после чего состоялась коррекция и по сути мы оказались даже ниже тех минимальных значений, которые были в ходе января и всего даже прошлого года. То есть мы обновили минимумы вновь даже с учетом прошлогодних значений. Тем не менее мы опять вернулись выше этих самых отметок и здесь ключевой вывод, который можно сделать пока наверное не стоит касаться именно этого инструмента есть куда более интересные сейчас возможности на рынке и вот тот боковой коридор, который продолжается по большому счету весь прошлый год и начало текущего мы не видим пока каких-то точных сигналов для входа в рынок можно лишь использовать стратегии торговли внутри боковой консолидации поэтому рассчитывать на какие-то трендовые продолжительные движения пока не приходится и на самом деле если вы плохо торгуете в условиях бокового движения бокового рынка то пожалуй лучше пока отложить этот инструмент и переключиться на более интересные торговые возможности вот хотя бы на те которые мы озвучили в ходе сегодняшней нашей беседы ну и в заключении конечно анонсируем специальный бонус напомню что в ходе брифингов мы называем кодовое слово назвав которое менеджеру нашей компании вы можете получить специальный торговый бонус который будет участвовать в торговле и возможной просадке сегодня ключевым кодовым словом будет новая Зеландия потому что мы ожидаем процентную ставку по этой стране это главный информационный повод сегодня повторю еще раз кодовое слово новая Зеландия и размер ставки 16% это тот бонус который вы можете получить после пополнения вашего торгового счета сегодня поэтому как раз таки под эту новость может быть неплохая дополнительная подушка чтобы поучаствовать в этом сценарии всем спасибо что были с нами успехов в торговле увидимся совсем скоро до свидания субтитры